Меня зовут Постриган Сергей Анатольевич, я являюсь генеральным директором компании Сиганел. Мы являемся разработчиками технологий, самой электроники, но также производителя. То, что разрабатываем, сейчас пойдет речь о технологиях. Мы разработали несколько новых технологий, которые применяются в наших системах. Если что, мы можем помочь советами, у кого что стоит. Потому что мы инкубатор разложили до последней буквы. Что это такое? Как этой штукой пользоваться? Что-то поломало. Интеллектуальные системы. Я постараюсь быстро. В общем, если что, задавайте вопросы, будем останавливаться на том или ином моменте. Иначе я могу разговаривать до утра, не останавливаться. Поэтому, говорю, быстренько. Интеллектуальная система. Принимать задачи без участия оператора. На первом этапе мы являемся, допустим, берем инкубатор. На первом этапе мы являемся нагревателем, чтобы поддержать температурный режим и влажность режима. Потом система должна сама определить, когда она становится охладителем. То есть мы перестаем быть нагревателем, мы охлаждаем инкубатор яйцо. Дальше наступает момент, когда система превращается из охладителя и нагревателя. То есть на поддержание воздухообмена. То есть обеспечение свежим воздухом, кислородом. И убираем углекислый газ. Все эти этапы она определяет сама без участия человека. Когда что сделать? Воздействие углекислого газа на эмбрион. При постоянном на всем протяжении инкубационного периода воздействие концентрированного углекислого газа, превышающего 0,5%, унитает рост и развитие эмбрионов. Выводимость снижается примерно на 15%, если с первого дня инкубация поддерживает концентрацию СО2 на уровне 1%. Это вентиляция в помещении. Если наши отечественные камеры неправильно управление заслонками, изменения температурного режима на улице, даже в помещении, меняется плотность воздуха, если воздух нагревается, количество кислорода падает. Это одна из задач, которые решает наша система. Новые технологии, которые были разработаны. Технология контроля зональности в шкафу, нижние ряды лотков. Здесь будет примером. Мы берем наши отечественные камеры, допустим, старые УПы, универсалы, ну и также современные, то, что сейчас выпускают. И мы выпускаем тележечные камеры. Также наши партнеры Стимулинг тоже выпускают. На основе вот этих камер будут даны примеры, как это делается. Технология контроля температуры яйца в лотках во второй половине инкубации. Так, мы начнем с первой технологии. Вторая половина инкубации, когда у нас включается нагреватель, начинает яйцо само выделять тепло. Мы используем это тепло для поддержания заданных режимов в самой камере. И получается у нас, когда работаем на ТЭНах, точка нагрева ТЭНы внизу, камеры возле вентилятора, то есть когда они работают, прогревают пол. Когда начинаем поддерживать температуру от яйца, у нас ядро нагрева перемещается в центр камеры. В этом режиме можно предположить, что низ инкубатора, там температура ниже, чем нужно. То есть земля, пол, себя это тепло берет, щели в дверях, ну и так далее. В этот момент система начинает кратковременно включать нагреватели. То есть условие такое. Обеспечиваем кислородом, работаем на охладителях. И если мы кратковременно включаем нагрев ТЭНов, система сама вычисляет на сколько, когда нужно что включить. Обычно это там 0,2-0,3 секунды в течение раз за 10-15 минут. То есть идет подогрев нижней камеры. Убираем тепло. Технология контроля температуры яйца в лотках во второй половине инкубации. Вторая половина инкубации яйцо начинает выделять тепло. У нас получается в центре ядра яйца идет своеобразный перегрев. Массовое выделение тепла. Воздух, который проходит между рядами, он должен охлаждать. Что происходит? При повышении температуры система автоматически открывает заслонки. Мы начинаем охлаждать камеру за счет системы увлаждения. Открыли заслонки, из камеры выходит влажный воздух. Падает влажность. Поддерживает влажность, тем самым подавая воду на систему увлажнения. Вентилятор разбивает воду. Часть воды испаряется сразу. Часть воды, мелкодисперсионная смесь, летает по камере. Больше всего вода будет испаряться. Там, где жарче, то есть возле яйца. На яйцо вода не попадает. Расход при этом воды очень маленький. У нас получается максимальная подача воды 3 мл за 10 секунд. В итоге, если брать бройлера, либо курицу, за 19 дней инкубации у нас расход воды составляет всего 200 литров. Змеевиками мы не пользуемся. Змеевики остаются как аварийники. Так. Что? 16 200. Сейчас, секундочку. Технология определения необходимого количества воздуха и кислорода в камере путем автоматического управления заслонками. Вентилятором слово оставили, это под импортную камеру делали. У нас в яйце с момента развития деления клеток эмбриона. Чем больше эмбрион, тем больше он выделяет тепла. Тем больше он выделяет углекислого газа и потребляет кислорода. То есть, две характеристики. Метаболическое тепло, которое возрастает, и характеристика углекислых газ. Они практически одинаковые. У нас системы работают за счет метаболического тепла. То есть, чем больше у нас зародыш, тем больше он выделяет тепло. Система по этому показателю открывает заслонки и обеспечивает камеру влекислым газом. Ой, кислородом, извините, заговорился. Там происходит вот, что при открывании заслонок мы выбрасываем теплый воздух, берем с помещения свежий воздух. Но этого воздуха будет недостаточно, чтобы охладить камеру. У нас, я повторюсь, вместе с отработанным воздухом мы выкидываем влажный воздух, то есть влажность. Влажность падает, система начинает отрабатывать по увлажнению. Тем самым мы охлаждаем камеру. И у нас излишек тепла мы преобразуем в лишнюю влажность. И вот эта вот лишняя влажность, по ней можно судить количество отработанного воздуха. То есть, если мы насыщаем, мы выкидываем влажность в помещение, если в помещении плохая вентиляция, и когда помещение насыщается вот этой всей излишней влажностью, то есть по этому показателю мы можем судить сам воздухобмен в самом помещении. Идет компенсация. Технология контроля наличия яйца в камере. Ну, это простейшая технология, это делали для того, что у нас были случаи, когда ночью оператор подходит, смотрит на психрометр, включил свет, посмотрел, вместо света выключил камеру. В общем, гули не услышал, что камера выключилась. Так вот, если яйцо присутствует в камере, вот через минуту включается сигнализация аварии. Яйца нет, камеру выключили, то есть нет объекта сигнализации, не включается. Технология увеличения срока службы элемента датчика влажности. Мы под датчик влажности расположили нагревательный элемент, научили прибор смотреть. Как только датчик влажности начинает отказывать, у нас система сама его высушивает, то есть восстанавливает, и опять же запускает работу. Это позволило увеличить срок службы датчика влажности до 5-6 лет, вообще не вспоминая о нем. А вот то, что я сейчас рассказывал. Контроль зональности в камере, то, что кратковременно подогреваем. Контроль температуры яйца, как это все охлаждается, вот за счет испарения воды. Змеевики также мы оставляем, они у нас служат как аварийники. В случае чего, если что происходит, там клапан забился, чтобы не перегреть яйцо, у нас тогда включаются змеевики охлаждения. Эффективность этой технологии охлаждения за счет испарения максимальная. Я видел, ну я сам с Краснодара, в помещении плюс 37, единовременная закладка утиного яйца. Если хорошая вентиляция в помещении, то есть если мы успеваем с помещения выкидывать отработанный воздух, змеевики не включаются. То есть охладители не работают. Надо хватать за счет испарения воды. Контроль качества воздуха. Это качество воздуха в самом помещении. То есть если мы насыщаем помещение излишней влажностью от камер, то есть мы насыщаем помещение углекислым газом, избыточным. То есть получается так, берем пример. У нас задание по влажности 56%, чтобы охладить камеру, система открывает заслонки, допустим, на 10 градусов. Автоматом открыла, чтобы охладить. Ну, мы берем в себя влажный воздух, допустим, мы в помещении насытили влажностью, мы воду лить не можем, потому что у нас задание там 55%. А разница между стенками, то есть между помещениями и камерами там 2-3%, этого недостаточно. Система открывает больше заслонки на больший уровень, чтобы создать воздухообмен в самой камере больше. Тем самым увеличивая, мы прогоняем больше воздуха, чтобы обеспечить свежим воздухом то яйцо, которое у нас находится в камере. Ну, это рисунки. Надо было с этого начинать. Запуск камеры сейцом, режим разогрев, то есть работают нагреватели, стены движения воздуха. Ну, красным это горячий воздух, а в стену, потом идет вентилятор перемешивания. Середина инкубации, поддержание заданных параметров. Здесь у нас нагреватели выключаются. Центр нагрева красными стрелками помечен, то есть середина яйца, подача свежего воздуха и выброс отработан. То есть у нас ядро нагрева в центре внизу. Оранжевеньким, это кратковременное включение тенов, чтобы убрать зональность снизу. То, что я сейчас рассказывал, изменение воздухообменов помещения, уменьшилась мощность вентиляции, закрыли окна двери, либо летом становится жарко. У нас коэффициент расширения воздуха. Коэффициент расширения воздуха 1,3. Что это значит? У нас, если в помещении 20 градусов, 25, у нас в камере 37,5. Разница 10 градусов. В камеру мы берем 1 кубометр воздуха, из камеры выходит 1030 литров воздуха. То есть воздух расширяется. Что получается? Чем теплее становится воздух, тем меньше в нем количество кислорода. Нужно этот момент не забывать и тоже отрабатывать. Операторы, ну это человек не в состоянии, даже я не в состоянии, хотя я это все разработал, не в состоянии это почувствовать. Тепло стало, нужно открыть заслонку больше. Холодно стало, нужно закрыть. Если заслонку не закрываем, когда холодно становится, начинаем топить улицу. Если тепло стало и заслонку не открыли, появляется избыток углекислого газа, который приводит к нехорошим последствиям. Большая эффективность у нас получилась, когда мы вылупили цыпленка, на сохранность дальше. Он у нас живой, не в дистрофике. То есть в процессе инкубации очень хорошо отрабатываем по воздухообмену. Что яйцо потребовало, то мы ему даем. И это все происходит автоматически. Так, ну это одна из наших новых систем. Система МИКО-3. Она у нас уже сенсорным дисплеем. Сама система, прямо на дисплее выводим надписи. Недостаточная вентиляция в помещении. Включилось определение, то есть воздухообмена самой в камере, то есть для операторов уже на русском языке это все пишем. Все вот эти картинки, чтобы сейчас вас не задерживать, все это вот здесь вот расписано. Поэтому я сейчас быстренько так это все пролистаю. Это принцип построения меню управления. Здесь у нас управление тележками. Также у нас есть режим для водоплавающей птицы, то есть время охлаждения и контроль. Если температура опустилась до 32 градусов, включается аварийная сигнализация, яйцо остыло. Это для аутиного, гусиного яйца. Специальные режимы, которые были разработаны. Программный комплекс. Ну здесь коротко. Сама программа. В программе есть, ну стандартная, зеленым светится, это камера в норме, красным авария, желтый разогрев, голубой, то есть водоплавающая птица, идет режим охлаждения водоплавающей птицы. Выбирается камера, внизу все параметры управления по этой камере. Также в программе есть органайзер. Это для того, чтобы можно писать распоряжение операторам, электрикам на каждый день, на каждое время. В программе также еще предусмотрено введение по партиям. Пришло яйцо, у нас специальные вкладочки записываются на склад, это в инкубаторе, сколько пришло яйцо, в какой камере, сколько яйца лежит, то есть мы введем еще по партиям. Если нужно посмотреть графики по той или иной партии, то есть не вспоминать, в какой камере что лежало, заходите в архив, выбираете партию, он показывает все графики, всю информацию, все, что с этой партией происходило. Также программа позволяет еще работать, управлять цехом и смотреть через интернет. Каналы связи шифрованы, как в интернет-банках, то есть сейтокингом. Момент от того, что попадут вирусы и что-то натворят, он полностью отсутствует. В самих приборах, то, что мы делаем, мы используем свои операционные системы, ну типа, то есть вся начинка, все программное обеспечение в приборах наши. Ни один вирус его не вскроет. Это пример введения таблиц производства, где какая партия, сколько дней, даже всего в часах все это прописывается. Можно создавать таблицы, неограниченное количество таблиц и заданий, раздавать задания по тем или иным партиям. Пример реализации установки программного комплекса. Основной компьютерной инкубаторией, которая собирает базу данных, связь с оборудованием. И через интернет можно выводить то есть саму программу тому, кому нужно. Количество пользователей неограничено. В программе также мы еще делали контроль за руководителями среднего звена. То есть распоряжение можно писать через нашу программу, то есть кто, что кому сказал и кто что сделал. Любое нажатие на кнопку на любом нашем приборе записывается. То есть эффективность работы проследить очень легко. Так, сокращение расходов, повышение рентабельности. Ну, увеличение процентов вывода за счет всех этих технологий у кого как. Минимум 5. Наблюдали и до 15%. Это все зависит от того, какие технологии у вас работают на предприятии. Есть хорошие технологии, то у нас получается несколько процентов допустим, вам поднять. Но мы полностью убираем головную боль с инкубатора. Это полностью автоматическая система. Расход воды экономия 60-70%. Ну, вот у нас есть ППР Свердловский, Камышловский район здесь. У них расход воды составил, если работать со змеевиками на охлаждение, ставили счетчики, они это все смотрели, проверяли, им было интересно. На змеевиках составил 20 кубов за 19 дней расход воды. При работе охлаждением на нашей системе, нашими технологиями составил 180 литров в 100 раз. И в канализацию ничего не сливается. Экономия по электроэнергии составила 200 киловатт. Нам зависит электродвигатель. Это на одну камеру. Но уходит от человеческого фактора. У нас есть цеха, у нас там на юге, где вообще работает без операторов. Два раза в год делается капитальный ремонт инкубаторов, то есть замена подшипников, проверка всего, чтобы механика не отказывала. Сами технологию сделали, добились так, включил кнопку в шкаф и все. Дальше он делает все сам. Электрик, электрик. Ну если клапан забился, ну не оператор, который знает, когда нужно там заслоночку приоткрыть, когда там краник прикрутить, температуру поменять. этого ничего нету. Это все идет автоматически. В самом приборе ну семь программ, семь режимов работы системы с разными типами шкафов. Это со сбеевиками, без сбеевиков, выводные с водой задней стенки, выводы без задней стенки, форсунки, либо чашка-распылитель, поэтому разные такие вещи. Абсолютно все, даже датчики, даже блоки питания делаем сами. И трансформаторы мотаем все, что мы предлагаем, абсолютно все в нашем производстве. Программное обеспечение и печатные платы, все появится, у меня появятся женщины. Вот. Два года назад начали производство инкубационных камер. Мы раньше занимались чистой электроникой, но наши заказчики сказали, это все хорошо, но давай целиком готовый продукт. Были разработаны тележки инкубационные, также лотки, у нас на сайте есть этот лоток, он запатентован, металлический лоток, там видео даже есть на сайте, где толщина проволоки 4 мм, яйца, они как бы в воздухе висят, отдуваемость 100%. порошковая покраска, ну срок службы рассчитываем больше 15 лет, если брать иуповские с порошковой покраской, которым по 40 лет и до сих пор живые, ну там проволока 1,75 толщина была, у нас 3 мм. другое. Ну в принципе и все. Так в общем, чем больше будете задавать вопросов, тем легче мне будет. Спасибо за внимание. Коллеги, будут вопросы? Интегрировать? Ну как, поставить камеру? Да, это и называется. Так как мы разработчики, мы в принципе на любую камеру можем поставить, но у нас в принципе на все уже разработаны, даже ставили на иностранные камеры. Ну там с иностранными есть свои нюансы с воздухообменом, это все расскажем, покажем. Понятно, все, спасибо. Для иупов стоимость одного комплекта 65,920. Это полностью комплекта всего. У нас два блока управления, один блок управления микроклиматом, второй управляет заслонкой. Потом часть механики, тяги мы заслонки снимаем, у нас там мы ставим тросики, тросики с пружинками, то есть тяги не гнутся, не ломаются, пружинки для того, чтобы добиться безлифтового соединения. При этой цене обычно у нас окупаемость один тур, один месяц. инкубатор целиком под какое яйцо. Мы считаем по камерам штучно. Одна камера нет, одна камера 750. Полностью камера с лотками, стенами, с автоматикой. Имеется ввиду замена электроники. А, замена электроники на ИУП-65. Одна камера. Коллеги, можно по одному и в микрофон. Поднимаем руки. 65 это вместе с установкой или только комплект? Это комплект оборудования. Установка если наш монтаж 8000, плюс доехать до вас. Хорошо, спасибо. Еще будут вопросы? Как только сказал руки поднимайте, у нас вопросы закончились. Нет? Спасибо большое за выступление. Я еще раз хочу поблагодарить Сергея, что он мужественно продержался у нас до конца конференции и несмотря на все трудности с перелетом и отсутствием сна сегодня ночью все равно смог донести информацию и вызвать интерес. Спасибо. В любом случае я хочу озвучить цифры, которые мы получаем. Система очень хорошая и всегда мы можем проконтролировать. Немножко похвалю, потому что нам это очень удобно как поставщикам яиц. То есть мы в любой момент входим через интернет и смотрим что происходит у наших получателей. Как правило информации у нас нет. Мы вьемся, просим ребят отправьте, что там у вас как. Молчание. Мы можем зайти в личный кабинет посмотреть, заложили какой мираж, какой вывод, все прописано и режим работы в данный момент. По утиному яйцу у нас от 83 до 90% вывод. То есть это очень хороший результат. По индейке у нас присутствует тут Валерий мы ему не мы ему а Сергей устанавливал эту систему и мы подтянули вывод по индейке. То есть у нас все время была проблема это максимум там 75% иногда получалось 78-80 и теперь у него идут вывода за 80. Ну в среднем 85-87 вот у Валеры вот но это а сколько у вас вокруг камеры народу не спит назовем это так чтобы такой вывод двое ну это вот там шкафы небольшие там не поэтому а один ну так значит так в Брюховец Краснодарский край у нас стоит средний показатель утка черевели вы поставляете у него средний показатель за этот год по выводу получился 90% 90 90 с половиной что ли было и 93 и 94 было 88 на среднем 90 получился это у них они яйцо положили цех закрыли висит звонок на стенке сидит охранник и и в случае чего система звонок включился пошли посмотрели вообще полностью без людей работают самый главный плюс от человеческого фактора ушли и охлаждение между рядов этого сейчас ни у кого нет у нас получилось сбить температуру между рядов лотков внутри у нас перегрева нет откуда и процент вывода но в основном качество спасибо